Молочная железа А потом буду рассказывать правила игры Тот человек, который, в общем-то, делает львиную часть работы Любрус Асламбекович, это наше все Это наш человек, который готовит клинические случаи И от которого зависит, насколько красиво все получится У нас есть команда экспертов, которая представляет с огромным удовольствием Елена Михайловна Битсава Павел Евгеньевич Куприн И Сергей Евгеньевич Малыгин Это команда экспертов, которая на первом этапе будет нам помогать Обсуждать те или иные клинические случаи Давать свои критические замечания Ругать нас, может быть, даже иногда похвалит И я должен представить команду молодых хирургов Которая представлена, большей частью, из Санкт-Петербурга Так уж устроено, что сначала я думал о том, что команда из Санкт-Петербурга будет против команды из других городов Но я должен внести некоторые поправки в игру Мы сейчас проведем с Эльбрусом жеребьевку И команды будут случайным образом собраны Одна команда будет команда джедаев Вторая команда будет команда ситхов Так как у нас сегодня все идет в Звездных войнах Мы будем апеллировать именно к этим единицам Итак, основные принципы Мы с Эльбрусом предоставляем клинические случаи Команды их обсуждают абсолютно отдельно друг от друга Более того, для этого в Зуме создаются специальные комнаты Мы их видим во время обсуждения, но не слышим Во время обсуждения вы будете слушать экспертов Эльбруса Сламбековича и немножко меня Потом обязательно голосование Коллеги, голосование это самое важное в этой истории Поэтому я прошу всех зрителей, участников команд тоже Если они сочтут возможным экспертов на первом этапе голосовать Потому что мы будем определять победителей Победители нам нужны для того, чтобы во втором туре Все то же самое проделать, но уже против команды экспертов Если сумбурно, то второй раз объяснять я все равно ничего не буду Давайте начнем с жеребьевки Жеребьевка очень простая Я Эльбрусу Сламбековичу показываю листок Он говорит команда 1 или команда 2 И игрок уходит в эту команду Готовы? Поехали Эльбрус, какая команда? Первая Команда номер 1 Емельянов Александр Сергеевич уходит в команду джедаев Какая команда? Первая Иисусский Роман Сергеевич уходит в команду 1 Какая команда? Вторая Екатерина Геннадьевна уходит в команду Ситхов Тикс Какая команда? Тоже вторая Ольга Юрьевна уходит в команду Ситхов Да что ж такое-то? Надо как-то это все помешать Нечестно все это Какая команда? Вторая Левченко Валерий Евгеньевич уходит в команду Ситхов Какая команда? Первая Сергей Сергеевич Ереченко уходит в команду джедаев Какая команда? Первая Виктория Юрьевна уходит в команду джедаев Какая команда? Подожди осталось одно место Вторая команда Константин Юрьевич Зиров уходит в команду Ситхов Итак, жеребьевка проведена Нам нужно буквально 3-4 минуты для того, чтобы команды развести по комнатам разным Потому что для них, в общем-то, отдельное подключение для всех Смикшировать технической службе по комнатам И давайте пока разомнемся сами И поговорим немножко о голосовании Коллеги, голосование будет проводиться следующим образом Я прошу запустить презентацию голосования В конце каждого тура появится выбор Выбор между двух Итак, голосование Звездные войны, голосование будет проходить следующим образом Мы сейчас тренируемся с вами, коллеги Возьмемся Телефоны, кто смотрит с телефонов Берем Окошечко смотрим Следующий слайд, пожалуйста У нас можно выбрать Я джедай У нас можно выбрать Следующую опцию Я ситх Если кто не знает, как выглядят эти герои Звездных войн У нас можно выбрать Следующий, пожалуйста Я при такой жаре в Питере забил их ходоков И не важно, что это из другой оперы Но этого не будет на самом деле Это шутка И на самом деле голосование будет следующим образом Давайте запустим голосование И потренируемся Вот так будет выглядеть Давайте голосуем Коллеги, у вас должно быть на экранах окошечко Куда вы благополучно это все запускаете Ну что, что у нас с голосованием, коллеги? Сколько процентов? Потому что у меня были разные цифры Сейчас 50 на 50 Разделились 50 на 50 Отлично Давайте тогда запускать первый случай клинический Кейс номер 6 Эльбрус Асламбекович, я себе позволю первый кейс показать Он тоже будет носить тренировочный характер Конечно, конечно А он уже идет в счет баллов? Нет, он в счет баллов не идет Нет, это такой нечестный случай Совсем нечестный Хорошо Давайте пообсуждаем с экспертами как раз Пациентка 51 года Рак правой молочной железы Т1Н1 Проведено 4 цикла Наодевантной химиотерапии отцы И двойная таргетная блокада с таксаном Выраженный клинический регресс Это состояние после химиотерапии Черной точкой обозначена локализация обухоли Вы видите порт с другой стороны Давайте с экспертами пообсуждаем, что бы мы делали Елена Михайловна, Вы бы что делали? Да, мы говорим сейчас о хирургическом этапе Хирургический объем, да Пациентка не имеет мутации, я насколько понимаю Нет, у пациентки нет мутации Мы бы указали Нет мутации Выраженный клинический регресс Имеется в виду, что это частичный регресс Правильно я понимаю, да? Ну, давайте считать, что полный лучше Полный Ближе к полному Ближе к полному Ближе к полному Ну, я противопоказания к Органсохраняющей операции не вижу Но могу предложить больной Как первый вариант Так и, например, подкожную мастектомию С одномоментной реконструкцией Имплантата Отлично Я бы, наверное, согласился с Елена Михайловна И предложил тоже выполнить Либо подкожную мастектомию с имплантом Если пациентка сама хочет, допустим Избежать лучевой терапии Как варианта лечения дополнительного Но если она не против лучевой терапии То я бы лучше предложил органосохранную операцию Отлично На самом деле Я просто пока Запускается вся эта история Как раз и хочу сказать Что это тот тип пациента Который включается в наш клинический протокол Отказ от хирургических вмешательств На молочной железе Это биологически агрессивные Ипотипы Это протокол клинического исследования Ни в коем случае так не делайте Но при достижении полного инструментального регресса Мы предлагаем пациентам Операцию в виде вакуум-аспирационной биопсии Следующий слайд, пожалуйста Дайте, пожалуйста, следующий слайд Ну, собственно, вот так выглядит пациентка После того, как выполнена вакуум-аспирационная биопсия Достигнут полный клинический патоморфологический регресс И пациентке проведена в последующем лучевая терапия Я еще раз хочу сказать Это провокационный слайд Мы здесь собрались обсуждать совершенно другие вещи Но, наверное, хирургам стоит держать в голове Что полный патоморфологический регресс присутствует И, наверное, мы будем все-таки об этом В ближайшие год-два много говорить И, наверное, как-то повлияем Надеюсь, повлияем на принятие решения О хирургическом вмешательстве После неодевантной терапии Сергей Евгеньевич, вы на связи? Да Замечательный результат Я смотрю на параллельно другом устройстве Но, тем не менее, у меня есть вопрос Конечно Вопрос следующий Ну, вот, безусловно, вы ставили метки Для того, чтобы локализовать место Которое планировали потом биопсировать Я правильно понимаю, да? Да, там стоит келларовая метка Которая была поставлена в самом начале Во время трепан-биопсии Да Скажите мне, пожалуйста А как вы контролируете это место Уже после биопсии? То есть вы делаете повторные Маммографические исследования И контролируете наличие То есть осталось метка или нет? Значит, процедура такова Мы ставим метку во время трепан-биопсии Мы делаем контрольные исследования Я имею в виду маммографию Остефу, лимфосентиографию ММРТ В ходе лечения химиотерапии Мы это делаем перед вакуумом Аспирационной биопсии Во время вакуума аспирационной биопсии Как раз эта метка позволяет найти это место И мы ее забираем В те столбики, которые забираются При вакуума аспирационной биопсии И во время этой процедуры Забрав эту метку Мы помещаем туда Новые метки Которые нам нужны в первую очередь Для проведения лучевой терапии Вот именно в это место И для контролирования этого места Как такового в дальнейшем То есть пациентка Одна метка забирается Но помещается Несколько других меток Это бывает от 4 до 6 меток Которые также рентгенконтрастные А у вас фишеровский стол есть, да? Войдет Выдам маленький секрет Мы во время вакуума аспирации Через таракар Помещаем обычные клипсы Которые используются Для клипирования сосудов Либо Ну да, для клипирования сосудов Нет, вопрос в другом На метку Как вы выходите? У вас есть фишеровский стол Который болезнен? Мы выходим на метку С помощью Во время вакуума аспирации Сонной биопсией Делается соответственно УЗИ с эластографией И метка хорошо видна Потому что мы туда помещаем Метку, которая и рентгенконтрастная И УЗИ контрастная То есть метку мы находим Перед вакуума аспирации То есть прицеливание Идет именно через нее Окей, спасибо Так, я еще раз спрошу Технические службы Что у нас со связью Вы все все видите, коллеги Тогда давайте начнем Эльбрус Асламбекович Ваше слово Спасибо большое, Петр Владимирович Разрешите просто буквально Два слова по поводу Того услуг клинического примера Который вы представили На самом деле Впечатляет то, каким путем вы идете Я восхищаюсь тем, что вы Это смелый шаг Отказаться в принципе от операции Я слушал и доклады И знаю, какая работа ведется В вашем институте По этому поводу Это говорит о том, что Настоящая наука Двигается Идет поиск каких-то новых путей Решения заболеваний Возможно, через какое-то время Эти батлы в принципе не будут нужны Потому что будет все и так понятно Да нет, нет, нам надо оперировать Вы что, куда мы без работы Да я думаю, что Школа, которая есть и в НИИ Петрова Как и во многих других учреждениях Момологическая Позволяет хирургам Остаться в зоне эстетики Не боясь остаться без работы Ну что, поехали Давайте начнем Давайте Ну, первый слайд Просто был посвящен Нашему мероприятию Которое делается уже второй год И, ну, первый клинический пример Пациентке 55 лет Вы видите, у пациентки выраженный ПТО Сразу скажу, что все клинические примеры Не стоит в них искать Какой-то зависимости От биологического подтипа От какого-то варианта лечения и так далее Умысленно все примеры подбирались таким образом Чтобы не было возможности ссылаться Что ввиду вот такого лечения В тот или иной путь Поэтому Я не касаюсь именно анамнеза И самого заболевания Только указываю срок Возраст Вот такая вот пациентка Была и выполнена препекторальная установка Полиуретанового импланта И в раннем послеоперационном периоде Вроде бы все, в принципе, неплохо Но появился вот такой вот интересный отек Кожи Не совсем понятный Для меня пациентка в адюванте Получала лишь гормональную терапию Никакой химиотерапии не было Доступ, как вы видите, такой латеральный Из которого можно сделать и подмышечную Или подмышечную Мы очень любили этот доступ в свое время Особенно с этим доступом Можно создать одномоментно птос Если, грубо говоря, установить имплант Полиуретановый И сдвинуть его ниже И оставить в этой точке Мы знаем, что он не ротируется Не смещается И можно птос создать уже на операционном столе Если удалялась молочная железа С максимальным щадящим подходом Сохраняя кожный конверт Но вот такая вот ситуация Абсолютно непонятная для меня Вода произошла Вы видите, уже пациентка Пришла через какое-то время И мы видим, что имплант, грубо говоря Начал рождаться Что дальше делать? Отличный вопрос Отличный Коллеги, у вас на обсуждении Ну, давайте начнем с пяти минут Или с трех Если вдруг То мы до пяти продолжим Ну, три Три минуты обсуждения И еще, прежде чем вы начнете Или вернее, пока вы обсуждаете Но время не пошло Мы с Эльбрусом Сламбековичем Проведем жеребьевку Какая команда отвечает первая Потому что вторая команда Не дает такой же ответ Она должна дать второй Совершенно другой ответ Каким бы хорошим не был первый Поэтому готовьте два варианта В любом случае, потому что Кто будет первый отвечать Мы узнаем после окончания Вашего обсуждения Ну, а мы пока с коллегами Пообсуждаем с вашего позволения Начало, время пошло И все-таки Раз Сергей Евгеньевич у нас Дальше всех Мы вас первые спросим Ну, а что вы будете делать? Нас не слышат игроки Мы сами между собой И только зрители в эфире Ну, а что касается Самого осложнения То я уверен, что Основная причина Такой клинической картины Ну и финала Это Серома подкожная То есть Достаточно типично Серома проявляет себя В виде Локального отека Подкожной жировой клетчатки И кожи И в итоге К сероме Присоединяется инфекция И в итоге Вы получаете то осложнение Которое получили Но вот вопрос у меня В другом Собственно говоря Почему вот именно Этот метод У этой пациентки Был выбор Да То есть она Достаточно Полная женщина И В этой ситуации Мне не очень понятно Правда Даже безотносительно Того Лучевая терапия Лучевая терапия Она Прекрасный кандидат По своим Конституциональным Как и другим Характеристикам На собственной ткани Трем Или дип В этой ситуации Мне кажется Это был бы лучший выбор Ну Сергей Мы сейчас Обсуждаем Как выходить Из этих засад Поэтому вот Если вы решение Ну собственно говоря Не с первого Так со второго раза Я думаю Что она безусловно Кандидат на лоскут И На большой лоскут В любом варианте Либо это дип В идеальном варианте Либо это Трем лоскут В не идеальном варианте Да Потому что Рисков гораздо больше Связано с трем лоскутом У этой пациентки Как со стороны брюшной стенки Так со стороны кровоснабжения И при отсутствии Против Да Я считаю Что она Конечно же Кандидат на Микрохирургический лоскут Спереди стенки На кандидат Табфронт Сразу же Вот в этой проблеме Да Я думаю Что сразу Я не думаю Что вот Ситуация хронического Воспаления То есть понятно Что надо полечить Эту зону Да Стараться санировать Максимально На доперационном этапе Убрать фибрин Если есть там Затеки Их надо дренировать А потом Да Убрать лоскут Я думаю Что центральная часть В этой ситуации Она все равно Не жизнеспособна Сосколориолярный комплекс Не имеет перспектив Выживания Вот в этой ситуации Поэтому Вот эту скомпрометированную Кожу надо иссякать И оставить Периферические зоны Кожного чехла И заместить Все это большим В лоскутом Отлично У нас есть еще Несколько минут Я бы хотел спросить Наверное Павла Евгеньевича Такая ситуация Понятно Что не часто Но у пациентка Сказано Что осложнение Через какое-то время Она могла прийти Не к нам А к вам К несчастью К несчастью для вас Но может быть Счастью для пациентов На самом деле Всем Добрый день Я бы Согласился С Сергеем Евгеньевичем Что здесь Надо Менять немножко Тактику И я бы тоже Убрал бы Инородный материал И согласен Что это скорее всего Идет От серома От гематома Потом серома Ну это практически Одно и то же Вот Поэтому Хоть я Небольшой сторонник Лоскутов И свободных И перемещенных Но В данном случае Я бы наверное Тоже Пошел бы по тактике Лоскута Отлично Хорошо Коллеги У нас закончилось Время на обсуждение Пока мы еще Будем проводить Голосование Наверное Мы Вы можете Пообсуждать Эльбрус Сослабекович У меня в руках Две бумажки Одна команда В другая В другой Какая команда Отвечает первая Скажите В какой руке В правой Пускай будет В правой моей В вашей Я не вижу вас Петр Владимирович У нас Такая ситуация Вообще Если честно Презентацию Не совсем Ту запустили Поэтому Мы первый случай Вообще Этот случай Должен был быть Для экспертов Но Уже ладно Уже ладно Все Уже ладно Да К сожалению Итак Первая отвечает Команда номер один Команда джедаев Отвечает первая Давайте послушаем Что нам скажет Джедай Кто будет отвечать Кто-то один Да Давайте Кто-то один Только Пожалуйста А может Девушке дадим ответить Мы испугались У вас ровно 40 минут 40 секунд На ответ А то вы что-то Долго это делаете Давайте коллеги дадим Пропускаем Даму Вперед пропускаем Мы же джентльмены Джедаи Виктория Юрьевна Виктория Юрьевна Мы вас слушаем Очень рады видеть И надеюсь Вы нас тоже Добрый день Да Взаимно Какой вариант Включайтесь Ну у нас было Несколько вариантов Подготовлено Во время обсуждения Я Не совсем хорошо В некоторые моменты Слышала коллег Поэтому Отвечу тогда Свой вариант Который я Предложила Изначально Я думаю Что нужно сделать Капсулоктомию Само собой Замена импланта На текстурированный Исечь Края Вот эти вот Там Где образовалась Протрузия имплантата И Проложить Аутодермальный Кориальный Трансплантат И над ним Ушить дефект Тогда Несколько вопросов Вы сказали Убрать Текстурированный Имплант Правильно я понимаю Нет Убрать Полиуретановый Имплант Вместе с капсулой Так И заменить Его на Текстурированный Имплант И закрыть Лоскутом Закрыть Да Закрыть Аутодермальный Трансплантат Изолировать Рубец То есть Исечь Вот эти вот Ну Поврежден дефект Исечь Края дефекта Под ним Проложить Кориальный Трансплантат Для того Чтобы Изолировать Контакт Трубца Послеоперационного С имплантатом И ушить Края Ран Вы меня простите Я не совсем понял Откуда Вы возьмете Трансплантант Ну С передней брюшной Стенки Можно С области Паховой области Взять Ткань пациентки С паховой области То есть Это будет Свободная Пересадка Да 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 Аутокориальный Деэпидермизированный Просто Ну Кори Ну Вы понимаете Что дефект Который образуется Образован сейчас Если вы Ушьете То Сильно Изменит Анатомию Молочной Железы Так И объем Ну это Ну это Ну это Ваш Вариант Все Я понял Извините Я не имею права Задать вопросы Спасибо большое Я надеюсь Мы все поняли правильно Вторая команда Ситхи Кто у вас отвечает Давайте Отлично Отлично Когда За Несколько 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 дней До Начала Перед Дали И пока И идет Голосование Коллеги Я не вижу Голосования Вот Началось Лея Михайловна Давайте Что вы скажете Так Но Я бы конечно Согласилась В первую очередь С своими коллегами Которые выступили Передо мной Сергей Евгеньевич Павел Евгеньевич Потому что Мы имеем Опыт Лечения Таких осложнений И он Не особо Позитивен Когда все Выполняется Одномоментно Вот Здесь еще Может быть Разбивка Даже на два этапа А не на один этап В отсроченной реконструкции Когда мы Сначала Некороктомию Выполняем Кожный чехол Я бы не стала Сохранять На самом деле Вот И далее Отсроченная реконструкция Собственными тканями Дипфлэп В первую очередь Рассматривали Учитывая Антропометрические данные И прочее Без не смущает Спасибо Спасибо большое Давайте дождемся Конца голосования И Есть еще мнение Сергеевич Я прослушал Ну Нет Мнений больше нет Я Честно говоря Считаю Что Вот в этой ситуации То есть Если бы Текстурированный бы Имплантат Инфицировался То можно было бы Отмыть Эту полость Но так как Там стоит полиуретан То Отмывать эту полость Там Толку Санировать Да И Поставить туда Другой имплантат Какой бы ни был Я боюсь что это плохая Идет Мне не нравится Вариант Ни одной Ни другой команды Я считаю что Он причем Неудачный Ну если Позвольте Пока идет Голосование Я честно говоря Я тоже Ни за один Ни за второй Вариант Но если Как бы Мое мнение Спрашивать Вообще К одномоментному Какому-то решению Проблемы Отношусь Достаточно скептически Хотя я его Не исключаю Совершенно У нас закончилось Время голосования Коллеги Да У нас закончилось Время голосования Покажите пожалуйста Результаты всем Мы видим Что победила Команда Ситхов 65% Минус Против 35% Это говорит о том Что Следующий клинический Случай Отвечать Начинает Команда Ситхов И у нас Пока счет 1-0 В пользу Ситхов Так Давайте Второй Клинический Случай Можно Решение А извините Боже в городе Простите Согласен Виноват Совсем Я выслушал Столько разных Вариантов Я Если честно Именно этот Случай Представлял Ожидал Что Будет Один за Один Ним Человек Именно повторять То что Сказал Сергей Евгеньевич Потому что Тут Дип Напрашивается Он не просто Напрашивается А прям Требуется И есть Желание Сделать Дип Дип Не всегда Следует Идти По пути Именно Такому Если Можно Избежать Именно Сложностей Может быть Стоит Попробовать Избежать Треб Что касается Выбора Метода Реконструкции Ну Дип Конечно Вещь хорошая Я думаю Что мы Постепенно Все таки В рутину В своей практике Внесем Но Как-то Он в рутину Не перешел Во всем мире Во всяком случае Если Вот Говорить У нее Конкретно Видите Я обвел Примерно Зону Которую Мы Истекли Кожей И Во время Операции Мне кажется Кто-то Говорил Насчет Капсулы Эктомии И Просто Сшивание Кожи Но правда Еще говорили Об укреплении И так далее В ее случае Мы действительно Полиуретан Заменили На обычную Текстуру Просто Истекли Кожу Вот эту Лишнюю Сопоставили Края ткани Потому что Как вы видите У нее действительно Достаточно Толстый Пинч-тест Шили Кожу А сосково-ареолярный Комплекс Пересадили Как свободный Граф Все это Было выполнено В одну операцию И операция Шла Один час Вместо Шести часов И в принципе Все закончилось Слава богу Нормально Тоже решение И победители Не судят И если Все закончилось Хорошо То значит Все действительно Хорошо Да Если вы Позвольте Я прошу Техническую Поддержку Отключить Презентат Вернее Отключить вас От презентации Я ее быстро Перемотаю На начало Потому что Они потом Все-таки Поставили Ту презентацию Это пациент Которая должна Была достаться Экспертом Ну Тогда Давайте Начнем Я свою Презентацию Запущу Пока Итак Пациентка 51 года Пациентка Имеет Мультифокальную Форму Пациентки Где-то Выполнили Операцию По Мастектомии Даже Установили Экспандер И выполнили Биопсию Сигнальных Лимфатических Узлов Следующий Слайд Пожалуйста Ой Мы сделали Дип И он Закончился Печально Совершенно Печально На вторые Сутки Мы увидели Вот такую Картину Все Расплакались Дружно И Собственно Что Было Делать Дальше Давайте Пообсуждаем Все Коллеги Минута Обсуждения Пошла Я бы Хотел Спросить У коллег Что Делать В этой Ситуации Три Минуты На обсуждение Мы пока Обсуждаем Елена Михайловна У вас Есть Тоже Опыт Дипов И Такое Тоже Да нет Я не Правит У вас Все Хорошее Что Делать Нам То Было Но Если Сколько На Какие Сутки Вторые Сутки Я думаю Что Есть В этой Ситуации Шанс Использовать Тот Лоскут От Которого Мы Сейчас Уходим Это Торокодорзальный Лоскут Почему Потому что Мышечный Компонент И Сегодня Все Тренды По Не Внедрению Мышечных И Донорских Зон В Реконструкцию Молочной Железы Но Тем Не Менее Торокодорзальный Лоскут Возможно С Экспандером Либо С Имплантатом Возможно На Вторые Сутки Будет Как Вариант Реконструкцию У Этой Пациентки Может Быть И Так Может Сергей Евгеньевич Что Скажешь Можно Еще Можно Конечно Можно Пардон Как Вариант Можно Использовать Перфорант ТДП Именно Жировую Его Порцию Потому что Я смотрю Что Пациентка Нормостенник Как Минимум И Мы Можем Использовать Ее Жировой Лоскут И Также С Кожей И Также Под Него Установить Имплантат Либо Экспандер Поэтому В этой Ситуации Конечно Может Быть Надежнее Первый Вариант У нас Еще Есть Время Пообсуждать Сергей Евгеньевич Что Скажете Ну Понятно Что Здесь Выбор Очень Маленький В этой Ситуации И Поэтому Я думаю Что Да Первый Вариант Елены Михайловны Мне Кажется Что Он Надежный Он Позволяет Достичь Все Таки Финального Результата С учетом Того Что Контролторально Молочная Железа Не Очень Большая Здесь Можно Обсуждать Даже И Ну Я Просто Не Все Ракурсы Не Очень Понятно Какого Размера ТДЛ В этой Пациентке Может быть Но Если Тут Можно Рассматривать И вариант ТДЛ Без Импланта С уменьшением Контролторальной Железы И ТДЛ С Имплантом Или Экспандером Обще всего Экспандером В этой Ситуации Для того Чтобы Увеличить Финальный Объем Молочной Железы Эльбрус Аслан Бекович Что скажете? Ну Я так понимаю Сейчас Пациентка С Дипом Да Который Отторгся Да Мы находимся В точке Вторые сутки После операции Дип Благополучно Умер И мы Его удалили И вот Стоим И думаем Что же Нам делать Блин Пациентка Уже сутки Провела в реанимации Двое Вернее Все плохо Все устали А экспандер Тогда стоял Под мышцей Да? Экспандер Стоял под мышцей Да Но он был Очень растянут Как бы Вообще Некрасиво Стоял Ну да Там и кожных Покровов Немного Да Получается Осталось Их Катастрофически Мало Осталось После того Как Но они Есть Честно говоря Они есть Их Не то Чтоб Совсем Рано Стянется Стык-стык И еще Чуть-чуть Останется Правильно? Давайте Считать Что стянется Да Стянется Ну Действительно Туда стоит С пластического Материала Только Наверное Когда ТДЛ Останется Оно И все Я тоже Наверное К этому Пришел Три эксперта Говорят Что осталось ТДЛ Давайте Послушаем Что скажут Наши коллеги Уже Подготовили Они ответы Время Так Коллеги Первый Отвечает Команда Ситхов И Команда Ситхов Кто У вас Солирует Давайте Я попробую Константин Юрьевич Ну Мы Решили Прислушаться К предыдущим Советам И Не делать В один этап И Попробовать Двухэтапно Уложить туда Экспандер Сначала Дождаться Как будет Конечный Результат Ну То есть Заживет Все Заживление Дождаться Конечного Этапа По Редукции По Объему И Еще Укрыть Помимо Этого Потом ТДЛ Ну Замена Экспандера На Апланта И Укрытие ТДЛ Так Такой Вариант Значит Вы Убираете Лоскут Как мы Это Сделали Потом Ставите Экспандер Под Сохраненную Мышцу Закрываете Кожей И Раскачиваете До нужного Вам Объема Потом Меняете Экспандер На Имплант С ТДЛ Я правильно Перевел Все Да Супер Джедай Что Вы Скажете Можно Коллеги Ну У нас Идея Немножечко Похожая С С С С С С Да А подскажите Редукция С той стороны Была Выполнена Во время Дип Дип Флэпа Да Редукцию Сделали Ну Нужно Отметить Что У пациентки Экспандер Изначально Ставил Очень Высоко Где-то Между Подключичной Акселярной Областью И Собственно Наверное Ставить Экспандер Новый Подмышцу Смысла Нет Никакого Поэтому Наша идея Заключает В том Что Подставить Новый Экспандер Но Уже Под кожу И первое Время Раскачивать Его Не Физиологическим Раствором А воздухом Для того Чтобы снизить Нагрузку На лоскуты Можно Даже Использовать Озонированный Воздух Чтобы Уменьшить Бактериальную Например Нагрузку Профилактика Бактериальных Осложнений Раскачивать Воздухом Причем Поставить Его Гораздо Ниже Чем Он Стоит Сейчас И В дальнейшем Уже Поменять Воздух На Жидкость А в дальнейшем Экспандер На Имплант Наша Идея Такая Я понял Вы Во время Операции Убираете Лоск Ставите Под кожный Экспандер В нужную Вам Позицию Раскачиваете Его Воздухом И потом Поменяв Воздух На Физраствор Меняете На Имплант Все верно Или нет Но у нас Ровно Минуты Наверное Оно Пошло Я тоже Позволю Проголосовать Честно Говоря Очень Интересно Все Это Ну и Пока Идет Голосование Я бы Хотел Спросить Мнение Павла Евгеньевича Не Спросил Вашего Мнения А вы Что Про Это Безобразие Думаете Я Уже Сижу Обиженный Нет У меня Все По Списке На самом Это В принципе Совпадало С моим Потому что Ну Достаточно Молодая Пациентка И Сразу Делать Какие-то Повторные Лоскуты Пересадки Я бы Не стал Вот И пошел По пути То есть Именно Подкожный Эспандер Поставить С С правой Стороны Сделать Подтяжку Сформировать Железу И потом Уже Подгонять Левую Подправу С помощью Эспандеров И имплантантов Отлично Что у нас С минутой Голосования Она закончилась Стоп Голосование Голосование На экран Побеждают Джедаи Джедаи С экспандером Воздухом И озарированным Каким-то Газом Непонятным Они выиграли Давайте Я покажу Что мы сделали На самом деле Мы сделали То что Рекомендовали Мастера Вот это То что было Вначале Слева Справа То что мы Имеем В конце На вторые Сутки Мы героически Прилетев С конференции На которую Улетели Это была Конференция В Казани В 5 утра Взяли Больную В операционную И поставили ТДЛ Сделали И поставили Бекер Получилось Очень неплохо Это пациент Это было Давно Это был 17 год Это фотографии Сделанные За неделю Назад То есть Прошло Много Уже Времени И честно Скажу Что мы Больше Таких Подвигов Не совершали Потому что Это очень Тяжело Для Пациентки Это тяжело Для операционной Бригады Потому что На вторые Сутки Идти на Столь Травмирующую Операцию Это В общем-то Непростая История У нас Были Осложнения После этого Конечно же Были И честно Вам скажу Второй раз Мы так Не делали Никогда Выбирая Более легкий Путь В том числе И через Экспандер Но без Воздуха Вот такая История Спасибо Большое У нас Счет 1-1 Следующий Ответ Начнет Команда Джедаев Давайте Пока Обсудим Предыдущий Дип На самом Деле Насколько Целесообразно На вторые Сутки Брать Пациентку С ТД Несмотря На хороший Результат Сергей Что Вы скажете С точки Зрения Тяжести Я думаю Что В тот Момент Вы выбрали Совершенно Правильное Решение И мне Не очень Понятно Почему Вы В будущем Отказываетесь От этого Или отказывались Смотрите То есть Ситуация Такая Что На самом Дели Дефицит Ткани Налицо После Удаления Дипа Дефицит Ткани Под большим Вопросом Да Вы условно Сказали Что Края Сходится Но Можно было Стянуть Можно было Но это Было тяжело Да А стянуть На экспандере Еще на одном Тем более Что там нет Зоны Под которой Можно Экспандер Поставить Она уже Уничтожена Предыдущей Экспандер То Вот этот Вариант С подхожным По установке Экспандера Выглядит Совершенно Утопическим На мой взгляд И Укрытие Экспандера Собственными Тканями В этой ситуации Снятие Напряжения С лоскутов Соседних Мастектомических Лоскутов То есть Те которые Крудной стенке Принадлежат Мне кажется Что в этом Ключе успех Поэтому так хорошо У вас получилось Ну что вы выбрали Самый правильный Ну наверное Вы правы Что хорошо получилось А насчет Самого правильного Просто Почему Страшно Как бы Потому что В случае Неуспеха В этой ситуации Мы вообще Теряем Самый Так сказать Рабочий Механизм С ТДЛ Вот почему Потому что Ну Не знаю То ли Если у вас Если Сосуды Торкодорзальные Скомпрометированные На момент Это не имеет значения Когда вы Потеряете Тем более Что методов Предоперационной Оценки Адекватной Ну скажем Не существует Поэтому В этой ситуации Либо вы Разводите руками И говорите Ну вот Вот так получилось Да и пациентка уходит Она к вам вряд ли вернется Здесь же В этой ситуации Вы Все же Как хирург Который изначально Взялся за реконструкцию Мне кажется Что мы поступили правильно И несмотря на Риски определенные Которые конечно Надо обсуждать С пациенткой Но тем не менее Это правильное ощущение Я считаю Что это все правильно Что у нас В презентации Готово Давайте запускать Коллеги Ну вот такая вот Пациентка Это как раз таки Вот первый случай Который я хотел представить Чуть-чуть У нас хронология нарушилась Но Сделочка А слышат все И видят Слышно и видно Очень хорошо Все отлично Командам Слышно и видно А то Да Всем видно и слышно Хорошо Стрелочкой указана Зона Где находится опухоль Опухоль залегает На глубине Два с половиной Сантиметра Если Не Выполнять УЗИ С компрессией От сосково-ареолярного Комплекса Ну где-то Пять миллиметров Расстояние Есть Посмотреть Вот Какой вариант реконструкции Вы бы ей предпочли Выполнить Сразу скажу Вариант Так как пациентка молодая Достаточно Этим пациенткам Я всегда предлагаю Разные варианты Симметризирующих операций На второй малышной железе Мы их выполняем Если у пациента Есть предпочтение Улучшения эстетического вида В принципе Груди Она наотрез Отказалась От симметризирующей Операции Со второй Саня Потому что Она считает Что Лучше не трогать Вообще ничего И в принципе Не хочу ничего делать Со второй грудью Сделайте что-то Мне с этой грудью Попередней 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 Я правильно понял Что условия Задачи Нельзя трогать Здоровую Жизнь Нельзя трогать Вторую грудь Супер Поехали Коллеги Три минуты На обсуждение И давайте Пообсуждаем Эту историю Елена Михайловна Что скажете Я боюсь Что прослушала Мультифокальная опухоль На 3 сантиметра От кожи Правильно я понимаю Нет Не мультифокальная Она узловая форма Опухоля Я имею ввиду Расстояние От кожи Вглубь Там 2,5 сантиметра Т2,0,0 Пускай будет Но То есть Мультифокальности Точно нет Есть расстояние От сосково-ареолярного Комплекса 5 миллиметров Можется сказать 5 миллиметров По коже Ориентироваться Края До края Значит От края Ареолы 5 миллиметров Правильно я понимаю То есть фактически Там на 13 часах Опухоль На глубине 2,5 сантиметра От кожи Пациентке Неодювантная терапия Предлагалась Установками То есть Вы пошли С опухолью Больше 2 сантиметров Т2 Н неизвестно На хирургическое Лечение Н0 Ну неизвестно Да Сигнальный лифаузел Планировался Да Системную терапию В неодювантном режиме Вы не предлагали Нет Не предлагали По какой причине Не-не-не Это уже не важно Хирургическое решение Пациентка отказалась От химиотерапии Пациентке Лампектомию Не предлагали С биопсией Сторожевого лимфоузла Мне было интересно Узнать Как бы Предпочли бы Решить эту ситуацию Я-то расскажу Как я ее решила Если это Благоприятный Подтип опухоли Наверное Мы бы пошли По Варианту Сохранения Молочной железы Субгландулярное Удаление Либо По краю Ореулы Удаление Опухоли В пределах Здоровых тканей С биопсией Сторожевого лимфоузла При таком массиве Ткани Я думаю Что Асимметрии Не было бы Спасибо Вариант Да Сергей Евгеньевич Ну Я Согласен Что этой пациентке Не показана Мастертомия Здесь Не знаю У меня не было пациенток Которые отказываются От симметризирующих Операций И Будь им там 18 лет Или 70 лет После того Как я демонстрирую Результаты То что получится Все Соглашаются То есть Если как бы Вы Будете достаточно Убедительны И покажете результат Который пациентка В будущем В ближайшем будущем Получит То я не думаю Что с этим будет проблем Потому что безусловно Пациентка Прекрасный кандидат На Онкопластическую Операцию В редукционном варианте Если же вы Ну скажем Да По какой-то причине Не можете Выплатить Симметризирующую операцию Сразу В конце концов Да ОМС Не покроет А платить Пациентка Не может Да В кассу Да Потому что это запрещено Сырковой компанией Вообще То в этой ситуации Мне кажется Что можно Рассматривать Какой-то Вариант Мини ТДЛ Для того Чтобы закрыть Латеральный дефект Вот И И заместить Вот То самое То есть Для чего это делается Для того Чтобы Ну Избежать Девиации Соска В сторону Дефекта Кожи И дефекта Если вы будете Истекать кожу И дефекта Скажем Объема То есть Здесь достаточно Выраженный ПТОС Поэтому Локальными лоскутами Да Скажем Я не очень Хорошо расслышал Какого размера опухоль То есть Если она 2 см То достаточно Лампоктомии будет Безусловно И Главулярный Лоскут Можно заместить Но если там Опухоль 4 см Плюс края Резепции Да То дефект будет Очень большой И в этой ситуации Перемещение Какого-то Варианта Там Ну Для лекапса Высоковато Поэтому Мини ТДЛ Какой-нибудь Да Мини флэп Тоже вариант Коллеги У нас закончилось Время голосования Время обсуждения Давайте послушаем Может быть Орелу оставить Орелу оставить Оставьте Орелу конечно Но вам пора Ответ давать Джедай А мы Давай Роман Сергеевич Отвечает Отвечает Писоцкий Роман Сергеевич Спасибо Спасибо большое Дорогие коллеги Уважаемый президиум В общем так специально Константин Юрий Отдельный привет Хочу передать На самом деле Мы бы хотели Задать несколько вопросов По поводу этой пациентки Роман Сергеевич Принципиально Ей чувствительность Соска Орелы Со стороны Которой Есть онкологическое заболевание Поэтому здесь Конечно же Приходит в голову Очень простой доступ Если пациент Говорит Нет Не принципиально В принципе Я даже не боюсь Маленькой асимметрии То наверное Здесь самый подходящий И такой Самый быстрый доступ Что будет по краю Орелы Для того чтобы мы зашли Забрали от образования Которое находится 5 миллиметров От соска От края Орелы И 20 сантиметров Глубь Насок мы помним Но естественно Мы помним Что у нас Есть такие Условия Как мы можем Все таки Попросить наших морфологов Перепроверить данные Отправить Под сосковую область На срочное исследование И естественно Выполнить Интероперационный рентген Удаленного сектора Хотелось бы Ну и Ждать ответа Вот Я правильно понял Что у вас вариант Это доступ По краю Орелы Из этого доступа Вы удаляете опухоль И Наверное Все таки Выполните Биобиции Сигнальных лимфоузлов Ну естественно Биобиции Сигнальных лимфоузлов Вообще Спасибо большое Роман Сергеевич Истерпущий ответ Давайте перейдем К команде Ситхов Спасибо А кто Отвечает У Ситхов Валерий Евгеньевич Валерий Евгеньевич Слушаем вас Ну Наш вариант Он Очень близок К команде Джедаев Я считаю Что Тоже Мы бы воспользовались Интероперационным исследованием Ситхов Области Но Единственное Мы бы наверное Делали Доступ По Бэтлингу Типа По Бэтлингу Забрать Участок Как раз Он недалеко 5 миллиметров Со Скай Окей Два варианта Разрез по краю Реола И Бэтлинг Давайте запустим Голосование Павел Евгеньевич Я понимаю Что вопрос Не совсем Сейчас к вам И вас спрашивают Но с точки зрения Пластического хирурга Что страшнее Не вернее Так Что сложнее Для последующей коррекции Разрез по краю Реолы Ну мы все равно Объем ткани убираем И женщина придет к вам Что вам легче Корректировать Когда Разрез идет По краю Реола Или когда Это Бэтлинг Ну такая длинная Ну я думаю Что легче По краю Реола А чем вы будете Это потом Корректировать После того Как мы это закончим Скорее Липофилинг Это наш Любимый 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 Липофилинг Ну действительно А вот в вашем опыте Все таки Липофилинг Как часто Ну там Не знаю Давайте вот эту Рассмотрим пациентку Убрали Объем ткани Порядка там Трех с половиной Сантиметров В диаметре Ну такой шар Не очень большой Дефект Но он есть Вот как часто Потребуется Не один липофианс А два Три Вот Ну А сколько липофилинг За один раз Можно сделать Хорошо Точно нет За один раз Это сто процентов Я думаю Что два Как минимум Здесь потребуется Потому что Тут еще что Ну Мое мнение Всегда Чем больше Вводишь Жировой ткани Тем больше Вероятности Капсулируется Там Образование кист И всех остальных Вот этих Вот неприятностей Поэтому Вводить Лучше Чуть меньше Лучше Несколько Этапов Ну Я правильно понимаю Позицию Ну Которую Есть Несколько Позиций Самая правильная Позиция Что никогда Нельзя обещать Женщине Что один Липофилинг Спасет ее От всего То есть Надо всегда Говорить о том Что эта процедура Многократная Защищая себя Конечно И готовя ее К будущим Процедурам Я уже испугался Вы сказали Никогда не обещай Женщине Конечно Никогда не обещай Женщине И не сознавайся Две вещи Не обещай Не сознавайся Все Тогда жизнь На самом деле Так и есть Как бы Обещать Вот идеальных Каких-то Результатов Никогда Нельзя Я всегда говорю Что лучше Пообещать Хуже Но получить Хороший результат Чем наобещать Каких-то Суперрезультатов А потом Как бы Оказаться Все Спасибо большое Коллеги У нас есть Результаты Голосования Попрошу их На экран Показать Победила Команда Джедаев И у нас Становится Счет 2-1 На самом деле В настоящий момент Давайте Посмотрим Что же На самом-то Деле Произошло Ситуация В принципе На самом деле Я бы тоже Предпочел Сделать Здесь Онкопластическую Резекцию На мой взгляд Она проще В исполнении Однозначно Я бы тоже Не хотел Удалять Ткань Молочной Железы Но в том-то И дело Что мы Нестандартные Случаи Представляем На обсуждение Тут Пациентке Была выполнена Подкожная Мастектомия С установкой Импланта Опять-таки Препекторально Полиуретанового Я остановился На этом случае Потому что Хотел именно Джедаем И ситхам Нашим Рассказать о том Как стоит быть Все-таки Аккуратнее В области работы В позади Сосковой зоне Мы подчас Накладываем Там швы Для того Подчеркнуть Проекцию Соска И чаще всего Это бывает Кисетный шов Вот Затягивание Этого шва Может привести Наоборот К тому Что Происходит Ишемия В области Соска И Вот Какое-то время Хирург Нервничает И плохо Спит Поэтому Но Слава Богу В данной Конкретной ситуации Все разрешилось Но для себя Я решил Чтобы Такого рода Шов Именно Кисетный С таким Тугим затягиванием Я больше не накладываю Хотя я когда-то Выступал С презентациями По этому поводу Что именно Это позволяет На данный момент Это зетка И недотянутая Для того Чтобы избежать Вот такого рода Проявления Разумеется Срочное гистологическое Исследование Позади сосковой зоны Для уверенности Что все в пределах Здоровых тканей Установленный имплант Полиуретановый С формированием Птоза на операционном столе Как я и сказал Имплант был смещен ниже Субмамарной складки Установлен именно В таком варианте Отлично Это вариант Который никто Не предполагал Ну значит Значит он подобран Шикарно Шикарно Коллеги У меня вопрос К экспертам Нет не будем Эльбрус Славекович Давайте с вами Решим как два Ведущих У нас прошел Ровно час У нас есть еще час У нас прошло Три случая Еще два Один Мы Сейчас Подводим итоги Или быстро Два еще Случа У меня есть Очень такой Короткий случай И у вас есть Чтобы Просто если Разыгрывать Один быстрый Короткий То Ну если мы Попытаемся Форсировать ситуацию То думаю Мы все успеем Супер Тогда еще два вопроса Если выиграют Ситхи И один вопрос Если выиграют Джедаи Потому что Тогда счет Становится Неинтересным Давайте Презентацию Запустим Кейс номер Ну давайте Кейс номер Три Итак Пациентка Тридцати трех лет У нее Когда-то Были установлены Импланты А это был Семнадцатый год Это было Три года назад И сейчас У нее развилась Опухоль Опухоль расположена Достаточно высоко Как вы видите Она не очень Маленьких размеров Она Трижды негативная Она Бырка Не мутированная Точно Абсолютно Широкую панель Мы проверяли Это нас тоже Очень удивило Следующий слайд Пожалуйста Пациентке Была проведена Химиотерапия Трижды негативную Опухоль Вы видите Это из Мамосцентеографии Есть такое исследование Вы видите Импланты И левая часть Слайда Над имплантом Светится опухоль И после проведения Химиотерапии Над имплантом Опухоль не светится Дальше Пожалуйста То же самое В проекции Которую вы видите Слева Светится Справа Не светится Вопрос Объем операции Я точно скажу Что это не ВАП Абсолютно Это не пациентка Из клинического протокола Это стандартная Клиническая практика Какой объем операции Выбирают наши коллеги И учитывая Что победили джедаи Начинают отвечать Опять они Покажите пожалуйста Давайте Первый слайд Напомним Где все это Располагается И можно Начинать обсуждение Три минуты Эльвур Саламбек Что скажете Ну если вы позволите Я бы хотел Наоборот Дать слово Ситхам Потому что Я насколько Помню Вы же сказали Что проигравший Наоборот Первый отвечает Нет выигравший Мы сейчас Но мы можем Дать слово Ситхам Почему нет Это даже Интереснее Будет Давайте действительно Дадим слово Ситхам Первым И у них Появятся Лучшие шансы На Выбрать Единственно Правильное решение Хотя на самом деле Здесь не единственно Правильное решение Можно много Принимать решений Итак А вы бы что сделали Эльвур Саламбек Наверное Когда я вижу Агументированную грудь Я понимаю Что Ну там Есть капсула С которой можно Поиграть И если я вижу Расстояние От кожи До опухоли В которое Я могу Безопасно Уйти Удалив Ткань Молочной железы Я выступаю В аугментированной Вроде чаще Вот такой За полное удаление Железы Установку импланта Сергей Евгеньевич А той капсулой Которая есть Я дополнительно Укрою Новый имплант Просто я ее Разверну Возьму Если имплант Вот имплант Стоит Наверное Под большой Грудной мышцей Да Он стоял Под большой Грудной мышцей Разверну И попытаюсь Укрыть Нижний спон Дополнительно Сергей Евгеньевич Что вы скажете Ну на самом деле Это достаточно Сложная ситуация И сложная Она как раз С наличием Выбора И В этой ситуации Локализация Укли Периферическая То есть она Достаточно Высоко И Мы здесь Говоря о Мастоктомии Я вот Хотел бы задать вопрос Каким доступом Если вы Мастоктомию Собираетесь делать Каким доступом Вы пойдете Для того Чтобы проконтролировать И расстояние От кожи И окружение Вот И зоны То есть Ну тут Тут Несколько вариантов С одной стороны Правильная Негативная Опухоль Отлично Ответила На Химиотерапию Казалось бы Не надо Усложнять Ситуацию Да Периферически Расположена Опухоль Я бы сделал Балампуктомию Биопсист Рожевого Легопузла Но Проблема Как раз В этих имплантах То есть Безусловно Если пациентка Будет получать Она будет получать Лучевую терапию То через два года В этой пациентке Будет капсулированная Контракция Поэтому Если пациентка Н плюс И в любом случае Будет получать Лучевую терапию То Тут Можно Как бы Пойти По пути Решения Проблемы Капсулиарной Контрактуры Уже после того Как она Разовьется И я бы Этой пациентке Не предлагал бы Мастектомию Потому что Мастектомия Для нее Это опция Безусловно Но Не знаю Меня смущает Расположение Опухоли Я вот пока сидел Еще не успел Придумать Как бы я пошел Если бы надо было Делать мастектомию Так мы здесь Собственно Для этого и собрали Ну Наверное Это нижнелатеральный Доступ Скорее всего Нижнелатеральный Для того Чтобы Иметь Лучший обзор И четкий выход То есть Если делать мастектомию Для того Чтобы избежать Лучевой терапии Я считаю Что это тоже Правильно Правильно Обсуждение Мы сейчас Чуть-чуть Ускоряемся Время голосования Коллеги Давайте проголосуем Запустим голосование А не Какое голосование Мы же ничего не ответили У нас же соревновывается Не Эльбрус Асланбеков Сергей Евгеньевич Коллеги Давайте послушаем Ситхов Мы же можем Жульничать Поэтому слово Передается Ситхам Кто отвечает Ну давайте Я Если кто не возражает Все только поддерживают Для данной пациентки Мы бы предложили Вариант Биописи Стрежевой Стрежевой Климпозлов Подкожная Мастектомия С одномоментной Реконструкцией Имплантом Имплант Устанавливался Под грудную мышцу А нижний полюс Б укрывался Капсулой Импланта Ну предыдущего Скажем Отличное решение Проблемы Джедай Чем ответите Спасибо За очень интересный Случай Петр Владимирович Я как адепт Вакуум Аспирационной Биопсии Очень хотел бы Ее провести Но в этом случае Не судьба Конечно Обязательно Мы проведем Этой пациентке Биопсию Сигнальных Лимфоузлов И судя по ее Клинически Полному Регрессу Мы предложили Следующий вариант Вариант Интересный Вариант Минимальный Как его можно Выполнить Можно выполнить В этом случае Импланты Мы трогать Мы трогать не хотим Они красиво стоят Все Как бы Сформировано Убирать имплант Мы не станем Полный Регресс Участка Опухлевого Мы делаем Линейный Разрез Над этой Зоной Подкожно Удаляем Эту область Отправлю Естественно Подкожно До мышцы Да И Хорошо Небольшой Будет Линейный Рубец Я понял Что вы делаете Разрез Удаляемой ткани Биопсия сигнальных Разрез Над опухоль Удаление И В итоге В итоге Отсрочена Лампоктомия Правильно я говорю Лампоктомия Да И отсрочен Микроблейдинг На эту область В тон кожи Чтобы рубец Не было видно Потому что Зона декольте Остановитесь Давайте Голосование Запустим Значит Первая Команда Ситхов Сделала Мастоктомию Подкожно С имплантом Команда Джедаев Сделала Лампоктомию У нас идет Голосование Елена Михайловна Пока идет Голосование Ну Я вообще Не понимаю Выражение Второй раз Выраженный Клинический Регресс Есть либо Полный Регресс Либо Частичный Регресс Да Есть выраженный Регресс Но у этих Пациентов Принципиально Если полного Регресса Нет То Трижды Негативный Рак И Остаточная Опухоль Крайне Негативная Ситуация С точки зрения Прогноза Пациентки Это первый Момент Второй Момент Я вижу Заинтересован С подкожной Клетчатки То есть Проекционный Лоскут Все-таки Положено Удалять Здесь Подтягивание Судя по фотографии Именно Может быть Такого и нет Поэтому Здесь На самом деле Два Таких Варианта На мой Взгляд Первый Это Лампоктомия С биописией Сторожевого Лимфоузла Второй Вариант Это Подкожная Мастектомия С удалением Проекционного Все-таки Лоскута Если нет Связи С мышцей А я ее Не заметила На мамосцентографии Или МРТ Что было представлено То возможно Я бы и не трогала Такую шикарную Грудь На мой взгляд Потому что Все равно Будет лучевая терапия Но вы бы что Сделали Два варианта Лично я бы А предложили бы Два Я два Обсудили с пациенткой Два варианта Все супер Так коллеги Голосование на экран Победили Ситх Еще 2-2 Это повод Еще один Задать им вопрос Это здорово Давайте посмотрим Что мы предложили Данной пациентке И на чем мы остановились У данной пациентки Дальше пожалуйста Это дальше Дальше И дальше Да Мы сделали именно Лампоктомию И выглядит это Именно таким образом На сегодняшний день Мы пошли по Пути наименьшего сопротивления Спасибо большое Следующий случай Эльбрус Исламбегович Ваш Пока запустят А лучевая терапия Была у меня уже Или еще нет И вот данной фотографии Еще нет Нет Это свежая фотография Но она у нее Обязательно будет Это обсуждалось Пациентка Безусловно Ну да Интересная пациентка 72 года Я еще раз повторюсь О том Что Случаи Я в основном Подбирал Таким образом Чтобы не углубляться В стадию И так далее Тем более Здесь отсроченный вариант Вот она пришла Ко мне на прием Именно с такой грудью Сказала Что была травма Она попала В ДТП Ей выполнялась Реконструкция В 98 году С тех пор Она никому Не появлялась Я ее увидел Уже вот в таком Вот виде Именно Вот с такой Вот грудью Это торакодорзальный Лоскут У меня к сожалению Нет фото спины И вот мне Предстоит Ей Что-то сделать Она настроена На то Чтобы ей в принципе Убрали все Что там есть И она хочет Может быть Даже без груди быть Я предложил Попытаться Если у меня получится Что-то сделать И пошел на операцию Вот что вы будете делать В данной ситуации Давайте усложним задачу И скажем Что пациентка Настаивает На реконструкции Настаивает Потому что Просто удалить Это неинтересно Это не Эльбрус Исламбекович Нет таких пациентов Которые к нему приходят С таким желанием Три минуты Коллеги Поехали Павел Евгеньевич Ну вот Сейчас ваша ситуация Вообще ваша Она должна была К вам прийти Нам такие не нужны Нам тоже не очень нужны Такие пациенты Потому что На самом деле Не такой простой случай Как бы Ну Эльбруса Других и не бывает Как бы Я понимаю Вот Ну На самом деле А после травмы Сколько прошло Времени Больше месяца Больше месяца Она пока дошла До онкодиспанса Она не знала Вообще Куда обращаться Там непростая ситуация У нее После аварии Шла пешком Далеко Авария была То есть Она какое-то время была Там С другом То есть Это уже Больше месяца Полтора месяца Прошло Честно говоря Даже вот Не знаю Что предложить Потому что Это такое Меня смущает То что Вот это вот Очень большая разница Между Своей тканью И вот это Пересаженного Перемещенного Лоскута Вот Поэтому Тут Какое-то Решение У меня Вот не знаю Сейчас вот так Это все Это что Что Это Извините Надо что-то Предложить Ну Видите Вот я В таких Вопросах Все это Михайловна Я вам Считайте Я перенаправил К Елене Михайловне Правильно Пациентка С анамнезом Онкологическим Властический хирург Посмотрел Пожал плечами И сказал Вы знаете Только онкологи Справятся с этой проблемой Только Вот вам визитка Елене Михайловне Только не говорите Что от меня Да Ну видимо Так бывает Да Просто у нас есть процент Как бы поэтому А у нас нету Да Скажите пожалуйста Вот эта травма И вот синюшность Это вот Там гематома Или просто фотография такая Это Нет Это не фотография такая Это фотография такая Какая она есть Вот там гематома Да Вот Это гематома Скорее всего Скорее всего Вы не знаете Но мы это делали УЗИ Мы видим Что есть Жидкостный компонент Да То есть Больше ничего Больше мы ничего не увидели Но нельзя сказать Что там есть Так как такой большой срок Прошел Да То есть После Самой травмы Она говорит Что вот она Надулась разом И вот как стало Так и стоит Температура у нее не было Надулась разом Температуры нет И вот такого синего цвета Импланта там нет Только лоску Да Нет Имплант там есть Сейчас Следующая у меня там Да Как раз про импланты Вот Может быть мне как раз Павел Евгеньевич Что-то и прокомментирует Про эту ситуацию Сейчас я тогда Доскажу Позвольте Значит Ревизия тут несомненно нужна Выясним в чем причина Вот Удаление Если Удаление имплантата Либо его замена Я бы Оставила бы Молочную железу Ну и что что И 72 года Если вы не видите Повреждений Никаких иных Кроме как гематома Можете восстановить грудь Почему бы Не дислоцировать Субмомарную складку Не спустить Либо не восстановить Саму субмомарную складку Не приспустить Этот лоскут И возможно Поставить экспандер Имплант А может быть Даже грамотнее Вообще ничего туда не ставить Потому что Все таки Гематома И сколько она с ней ходит Мы не знаем Возможно там Воспалительный компонент Присутствует И воспаление идет Вот такой вариант Тоже вариант Какой вариант Больше нравится Я хотел вариант Павел Евгеньевич Илья Михайловна предложила По мне так Павел Евгеньевич Хороший вариант Я был друг Две секунды Я просто прослушал Что там был Имплант Все коллеги Время Это все время Не важно Что мы думаем Важно Что сделали Наши коллеги Из команд Итак Прошлый раз Победили ситхи Значит им отвечать Кто будет отвечать Коллеги Красавчик Юрьевич Ох Сильного игрока Выдвигает команда Да Поехали Ну мы предлагаем Устранение гематомы Удаление Предыдущей конструкции Размечаем Новую Субомарную складку От нее Делаем Деэпидермизацию Кожи Сюда Прошиваем Оставшийся ТДЛ И кладем Имплант Низкой высоты И все На этом Останавливаемся Все понятно Ясно Доходчиво Второй вариант Коллеги Кто отвечает Отвечает Писотский Роман Сергеевич Спасибо большое Постараюсь очень кратко Мы все таки В этом случае Наверное Какую-то гематому Там особо не видим Хотя Насколько мы джедаи Вот так вот не получается Мы наверное Все таки здесь За то что мы удалим Эндопротез И используем Технологию АФС Эстетик Фед Кложер Это Данные Сейчас полученные Из онкопластик Близ Консорциума Заключается в том Что мы берем Ее под конжировые Лоскуты Которые есть Сшиваем Сшиваем Между собой Пришиваем Конструкции Конструкции Которые Встретятся Хирургом Деэпидермизация Нижней проекции Подшивания ТДЛ К этому Соответственно Доступ Наверное Пойдет По нижнему Рубцу ТДЛ Который Похож на ТДЛ Скажем так И установка Импланта Что очень важно И принципиальное Отличие Команды Джедаев Они Тоже убирают Всю эту конструкцию И пытаются Все это сделать С собственными тканями Начинаем голосование Может пока идет Голосование Я покажу Чем все закончилось Они увидят Кто голосует Увидит Это будет нечестно Давайте лучше Вернемся К Павлу Евгеньевичу Он же прослушал Имплант А сейчас Слышит Да Я Просто покажу Что там было Внутри Это никак не Не даете Вы сказать Павлу Евгеньевичу Все таки Нет Примерно понятно На самом деле Тут я согласен Что если там Стоит имплант Однозначно Надо все это убирать И я На сто процентов Уверен Что там Гематома была Вот Поэтому убирать И из собственных тканей Формировать Ну что-то Подобие левой железы Я не вижу голосование Оно идет Да идет Все прошу Прочи Ну в принципе Я тут все сказал Ну давайте покажите Нет У нас же голосование Подождите Голосование А еще 7 секунд Давайте Проголосуем Все голосование Закончилось Покажите Голоса Опачки Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Вот такая вот конструкция Там была внутри Я не знаю, может быть вы прокомментируете Потому что я спрашивал И мне это и Рафикович Алиев Рассказал У него было два импланта в одной груди Я такое увидел Два раза я видел такое Когда вы Выключите звук у команд Да, и один из них был разорван Да, там была гематома Но вся остальная жидкость Это гель, который оттуда вытекал Он абсолютно не когезивный Абсолютно незнакомый для меня имплант Причем разорван он был Не по своей капсуле А вот из области заплатки Если вы видите То есть заплатка отошла в момент удара То есть это не было что-то Что разорвался сам имплант Мне было абсолютно никакой идентификации Но два импланта в одной груди Потом мне вот рассказали О технологии матрешка Я так назвал Не знаю Может быть вы Павел Евгеньевич Что-то слышали Когда два импланта друг на друга ставили Кто-то делал такое? Есть Вот такое Я говорю Несколько раз я удалял такое И хотел сказать Что это за импланты Но потом подумал Сразу узнает мой возраст Неужели это та самая первая липума пересаженная? На самом деле скорее всего это пластис импланты Ну давнишние которые применялись И они конечно очень отличаются от современных Потому что они полностью текут Полностью такие липкие То есть Качество конечно не то И очень часто как раз рвались Вот именно Свои заплатки Или как там она называется Вот это Можно прокомментировать? Можно технологию? Конечно Конечно Сергей Евгеньевич Конечно Да-да-да Дайте слово Сергей Евгеньевич Что касается комбинации имплантов Ну конечно Комбинировать два гладких Или два текстурированных импланта Это конечно Утопическая идея Но Существует методика Ну когда был полиуретан В Америке Разрешен То американские хирурги предложили Использовать два полиуретановых импланта Да Причем один был базовый А другой как бы был Меньшего размера Для того чтобы увеличить проект В той или иной зоне И смысл в том Что во-первых Эти импланты не двигались Относиться друг к другу Да Из-за того что Поверхность достаточно грубая И позволяла эти импланты сцепить Во-вторых Капсула которая образовалась Была единой И в этой ситуации Можно было получить результат У меня небольшой опыт Использовать такого рода имплантацию Когда были доступны Добавочные так называемые Полиуретановые имплантаты В начале 2000-х Да Которые позволяли увеличить Проекцию там Где вот вы Вы хотели Вот Ну сказать что какие-то Сантастические результаты Я получил Я конечно не могу Вот Но эта идея работает То есть это ситуация работы То есть в данной ситуации Конечно же два импланта Которые болтались Туда-сюда И понятно что они Этот карман Расширили туда Куда им Куда пациенты Сама бельем Вот Но один из них порвался А еще и гематома То есть понятно что Этот суп Получился конечно Производящий впечатление Но тем не менее Проблема Гематомы В перепротезной пространстве Достаточно Ну как бы редко Но такие вещи бывают Мы такие вещи видим Достаточно Ну как бы не часто Но видим Несколько Да Вариантов таких И в общем и целом Конечно Это требует ревизии Это требует удаления капсулы Это требует удаления Всех остатков гематомы Но Нет проблемы Поставить в эту же зону После того как вы все убрали Другой имплантат Той же Той формы Которая надо В этой ситуации Да Понизить Только дорзальный лоскут То есть я думаю Что это хорошая идея А что вы сделали Кстати То что вы сказали То и сделал Единственное что Я не смог Занизить складку Так как мне хотелось Очень тонкая В этой зоне была кожа И я не стал рисковать Я просто Напросто Сделал ревизию Отмыл хорошо Карман Который был Особенно тонкая кожа У него в медиальной части Я понимал Что я на грани пола Прохожу Но слава богу Все зажило Спасибо большое Итак мы завершаем Первую часть У нас 50 на 50 Ничья Это очень здорово Значит у нас все победили И я должен сказать Что все победители Получат призы Есть такая книжка Очень большая И толстая Вот такая вот книжка Я обещаю Что всем участникам Команд Мы ее вышлем Более того Я обещаю Выслать ее Даже всем экспертам Она тяжелая И это будет Условно говоря Приз Всем участникам Но У нас есть вторая часть игры Которую тоже нужно Обязательно сыграть Так как у нас Ничья 2-2 То я предлагаю Провести жеребьевку И по жеребию Решить какая команда Будет играть С командой мастеров Я опять покажу Две бумажки У меня на каждой Написан номер команды Один это джедай Два это ситхи Эльбрус Сославбекович Выберет команду Это будет не команда Победителя А команда Которому Которой повезло Или не повезло Столкнуться С настоящими Мастерами игры Итак В какой руке В левой В левой Команда номер 2 Ситхи Вы играете С мастерами Джедаи Могут идти Пить пиво Так Нам нужно 3-4 минуты Сейчас Моих коллег Возьмут Техническая служба И благополучно Проводит В комнату Где они будут играть Эльбрус Сославбекович А вы здесь? Давайте поболтаем Пока Техническая служба Махните нам Когда можно будет начинать Давайте все-таки Обсудим историю У нас Несколько кейсов Мне все понравились И я бы хотел Немного поговорить О всех Ну о всех не успеем Но о некоторых Вот последняя Вообще феноменальная история Два импланта Речайший случай Гематома Ну вот эта Которая всех Ввела в заблуждение Наверное Это не гематома Кровопотек Какой-то подживший Я даже не знаю У нас в зале Есть патоморфолог Внутри была каша Какая-то каша Слава богу Что это хорошо закончилось Какая-то каша у нас Но на самом деле Я так понял Вы просто убрали имплант Убрали кашу И зашили Все это было получено И наверное Объем все равно Какой-то остался Тканей Нет Это имплант Там стоит 690 А вы поставили имплант Да-да-да Ну это вообще замечательно Пациентка осталась довольна У меня был имплант 690 Я его и установил Ну обычно так Мы всегда и поступаем Ставим то что есть Чего уж там Главно пациентка Осталась довольна Да Это здорово На самом деле И тогда Предыдущий Вот тот случай Который Я так понимаю Вы его все-таки Хотели мастерам поставить Да К сожалению В нем была интрига С Дипом Прям он напрашивался Я бы уверен Что будет Дип рекомендовать Но Ну уже случилось Как случилось Между прочим Мне надо отметить Что Наши джедаи И ситхи Скорее И пошли в ту сторону Которую я не ожидал Да Я тоже Честно говоря На самом деле Решения такие Интересные И вот Мастера как-то Они более консервативны В своих решениях Нет в них Вот полета Фантазий И меня удивило Решение Джедаев Когда они Экспандер Накачали воздухом И это было Настолько необычно На самом деле И они выиграли Этот вопрос Да А на самом деле Техническая служба У меня говорит Что все готово Давайте Выведем на экран Команду Ситхов И команду Мастеров Вот Мы всех видим Все отлично Тогда Можем Запускать Первый случай Эльбрус Соломбекович У вас есть Прям такой Специально подготовленный Пациентка 38 лет В анамнезе Саркома Молочной железы Прооперирована Когда ей было 32 года Вот она Ко мне Вот с этим пришла Что дальше Хороший вопрос Три минуты На обсуждение А мы пока Пообсуждаем Мы можем С вами обсуждать Варианты сами Потому что Нас не слышат Никакая из команд Саркома Там Я прослушал Какая саркома была Цилоидная опухоль Сибросаркома Она какое-нибудь Лечение получала Лучевую терапию Знаете Это такая Я так понял Что пациентка Просто-напросто Очень поздно Обратилась Очень поздно Именно в связи с этим Было выраженное Натяжение И такое количество Насечек Она сама Откровенно Мне рассказывала Что у нее Вторая грудь Не помещалась В бюстгальтер Да И Я так понимаю Там был Сверхрадикальный Подход Когда получили Диагноз Саркома И хирурги Удалили Все как положено Со всеми онкологическими Принципами Большая грудная Сохранена Или нет У данной пациентки У нее Я бы сказал Какая-то Чай Порция Большой грудной Мышцы Да Есть Но Но она Очень Атрофична Очень тонкая Очень Ну Такая Ну то есть Когда она ее напрягает Вот в верхнелатеральном углу Можно ее почувствовать Но в нижних частях Практически То есть Так Снесена В большей части Была Да И вот эти Носечки Нас надеюсь Смотрят Молодые коллеги Сейчас все реже Такая штука Есть Но эти Носечки Это способ Стянуть рану Когда Не стягивается Видно Что зашивали Узловыми швами Вот это вот Рельсы Рельсы Шпалы Шпалы То есть Натяжение Было действительно Крайне Крайне Тяжелое И сейчас Нет мышцы Большой Грудной Это конечно Проблема Большая Проблема А что с лимфоколлектором Вот удалился он Так же был удален Так же удален Туда была саркома Да Странно Странно на самом деле Удаление Но видимо Коллеги от души Решили помочь Но они справились Я не знаю Какой это код был Если посчитать Когда она ко мне Пришла И я так думаю Что это был Наверное 2010 11 Нет 2008 Наверное 2009 Вот так Вот даже получается Ну вот Такой был подход Я не знаю Может я не сомневаюсь Думали что там рак Но пришел ответ Все таки саркома И смотрите Рука не отечна Хотя шли Крайне радикально Тоже ситуация Когда Ожидаем Какой-то лимфостаз Но пациентки Вот по крайней мере Внешне с рукой Все хорошо Несмотря на то Что удалены Все лимфоузлы Мышцы Я так понимаю Мягкие ткани В виде жировой клетчатки Тоже были Там Крайне радикально удалены Интересная ситуация 38 лет А у нее в анамнезе Беременность Роды Что-нибудь было? Нет Ни беременности Ни родов Она Ни замужа Так Ну что мы Кому первое Мы первое слово Мы наверное Все-таки ситхам Дадим Как вы считаете? Конечно Мне тоже кажется Что надо все-таки Коллегам Помочь Немножко Коллеги Обсуждение закончено Обсуждение закончено Коллеги Три минуты прошло Спасибо Время на обсуждение Закончилось Мы с Эльбрусом С Ламбековичем Посовещались Я конечно Наставил Чтобы мастера Первые начинали Но он говорит Нет Только ситхи Только ситхи Шутка Я тоже был за ситхов Поэтому давайте Молодые коллеги Кто у вас Озвучит Ваше решение У нас на самом деле У нас на самом деле Прям Если Апфронт То это ДИП Константин Юрьевич Вы отвечаете? Мне послушалось Константин Юрьевич А Константин Юрьевич Я не против Так Ваш ответ ДИП Все Отличный ответ Короткий Хороший Коллеги Чем ответите? ДИП нельзя Уже делать Сергей Евгеньевич У нас ДИП был на втором Посмотре Павел Евгеньевич Вы расскажете? Или я? Да нет Сергей Евгеньевич Рассказывайте Рассказывайте ДИП Может быть Простым вариантом И наиболее Эффективным Но Не единственное В этой ситуации И нам кажется Что Здесь нужно Как бы Решать сразу Несколько задач Во-первых У нас есть дефицит Адекватной кожи А во-вторых У нас есть Существенный Дефицит объема И в этой ситуации Мы бы сделали Как бы Мы так обсуждали Как один из вариантов Мы предложили бы Гибридную реконструкцию На первом этапе Мы бы поставили бы Истекли бы Вот эту вот Центральную зону С Рубцовыми изменениями Мы переместили бы Торкодорзальный лоскут Мы поставили бы Экспандер И Постарались бы Раскачать максимально Этот экспандер Для того Чтобы пятно Левой молочной железы Сравнялось бы С петлом правой Наушной железы Вот это была бы Задача номер один Затем Затем В зависимости от тех Результатов Которые мы бы получили При экспандии Мы Рассматриваем вариант Уменьшения Объема экспандера С одновременными Сессиями липопилинга Периферии То есть для того Чтобы Периферическая зона Вот Чтобы не получилось Как у предыдущей пациентки У которой два импланта стоят Чтобы ТДЛ Не контрастировал Очень сильно С Истонченной Экспанзией кожи То есть вот мы Убирая Объем Экспандера Мы бы То есть мы сделали бы Перерастяжение То есть Большой экспандер Ставили И когда Убавляли Экспандер Мы бы Добавляли бы Жир В один Или в два Сеанса липопилинга И в конце Заменили бы На постоянный Имплантат Сформировали бы Субомарную Складку И сделали бы Мастопексию Или мастопексию С увеличением Правой молочной железы Вот такой вариант Отлично У нас есть два варианта Один очень короткий ДИП Второй вариант С установкой Экспандера С торокодрозальным Лоскотом С замещением Объема экспандера С помощью Липофилинга И в конечном Коллеги не сказали Начинаем голосование Федор Владимирович Да Вы то видели Чем все закончится Но все же Если это отнести Вы бы что предпочли Мне интересно Ваше мнение Вот в данной ситуации Я бы конечно Побеседовал с пациенткой Но я вижу Два варианта Обсуждения Первый ДИП Если Как бы Такой простой Второй Все таки ТДЛ с экспандером Я бы наверное Липофилинг бы так глубоко Не копал Может быть мне эта мысль Пришла бы на Ну когда бы я увидел То что происходит Но Оба варианта Обсуждались бы с пациенткой Какой выбрали Мы бы вместе с ней Это решили Потому что ДИП Зависит еще очень сильно От компьютерного Ну То что мы видим При ангиографии Потому что Ну мало ли там Что с сосудами Поэтому Да Обсуждались бы оба варианта Они мне оба нравятся Но говорю Второй Очень красивый Такой С липофилингом Так глубоко Я бы вот Никак не копал бы Ну Точно бы Поверхностно Единственный момент Но у нее На передней брюшной стенке Если честно Вот в области ДИПа Не могу сказать Что достаточно Много ткани Ну давайте Нет Все Голосование закончилось Все Теперь не важно Теперь не важно Давайте посмотрим Коллеги Что получилось у нас Голосование на экран И команда мастеров Конечно Так сильно Сильно Молодцы Судя по голосованию По крайней мере Спасибо коллеги Давайте следующий случай Обсуждаем А можно мы Да Да Господи Я все за временем Смотрю У меня время Извини Поехали На самом деле ДИП Было замечательно Я думал Может быть ДИП вместе с имплантом Разве что у нее Но Пошел чуть по другому пути Наверное Примерно Как эксперт Но на первом этапе Как только я разрезал кожу У меня кожа разошлась То есть Там настолько натяжение Даже сшитой кожи Вот которая Зажившая была Что я уже С трудом Кожу сшил Словоузловыми швами Я попытался Установить экспандер В виде этого Ниже Чтобы растянуть кожу Которая была Ниже Чем предыдущая операция Это был первый этап Вторым этапом Как и говорили Я взял все-таки ТД Да Мало того Вот здесь я Специально остался Вы видите То есть В каждый случай Он еще показывает Некоторые моменты На которые стоит Обращать внимание Нашим Молодым джедаям Так скажем Слишком долго Переезжав Тупфер Который удерживал Внутри Широчайшую мышцу Под лоскутами Я нарвался Вот на такую Ишемию Даже не кросс Проекция этого места Слава Богу Так как там была мышца Все это закончилось Хорошо Ну и уже потом Тоже Был один сеанс Липофилинга Там не так Много жира Коллеги На самом деле Для того Чтобы на что-то Рассчитывать У этой пациентки Я Вы на следующем слайде Сейчас видите И формирование Складки Так как у нас Меня научили В Казани С подворачиванием Нижнего склона Формированием Такой Провисающей груди Если вы увидите То на животе У нее даже Губики есть Да То есть Я как раз Пытался Попытался Провисовать В нижней части Да То есть Там В этой пациентке Не так много жира Она ни разу Не рожала У нее железистая Красивая форма Вторая грудь Но достаточно Большого объема Которую Получилось создать Лишь вот таким Вот путем Во всяком случае В моих руках Один сеанс Липофилинга Был По верхнему Контуру Но это был Максимум Который я смог В ее случае Достигнуть Ну Получилось Это красиво Ну Приемлемо Наверное Хорошо Давайте коллеги Следующий случай Посмотрим Так Это же мой Господи Давайте Пятый кейс Ну вообще Ход с установкой Экспандера На животе Как вы пациентке Объяснили Или предупредили Что вам так Окажется У меня Тогда как раз Майкл Зен Приехал в Москву Он показывал Случай Как он ставил Экспандер На спину Растягивал Широчайшую Мышцу спины И Потом Уже Растянутый ТТЛ Переносил сюда Но Из двух вариантов Либо Горбатая спина Грубо говоря Вы извините За такое выражение Либо Грудь Которая Сильная Ниже С этой стороны Я наверное Это предпочел Да Тоже вариант Растянуть спину Как же она спала Дальше Поехали Итак Коллеги Кейс Пациентка 49 лет Пациентке Выполна кожесохраняющая Мастектомия С биопсией Сигнальных Лимфоузлов Одномоментной Реконструкции Импланта Ментер 550 Редукционная Мамопластика Это то что мы Были до операции Я еще раз говорю Выполна кожесохраняющая Мастектомия С имплантом И редукционная Мамопластика Следующий слайд Пожалуйста И все было бы хорошо Но у пациентки Развиваются Осложнения В достаточно раннем Периоде 14-15 сутки После операции Лиготурный Свич И Некроз Соска Что будем делать Ранние Ну Относительно ранние 14-е сутки Все Запускаем Три минуты Они уже Нас не слышат Да? Надеюсь Что нет Надеюсь Они и раньше Нас не слышали Это такое Иной раз Произнесет Петр Владимирович Скажите пожалуйста В нижнем склоне Под кожей Полиуретан Стоит Да Там стоит Нет Там ментор Стоит Но там Достаточно Толстые лоскуты Как бы Сделаны И вот Поставлен ментор С редукционной Пластикой Причем Ну вот Такое было У хирурга Решение Как бы Принято И начались Осложнения Некротизировался Сосок Частично И Ну в общем Там было Воспаление И такой Свич Некрасивый И все Это выглядело Ужасно На самом деле А сосок Был Свободно пересажен Нет Нет На ножки На ножки Он пересадил При этом Мактетамин Он был на ножке С хорошим питанием Вроде как Ну по словам Как бы Оперирующего И ножка была Нормальная Но к сожалению Вот такое началось На самом деле Как бы Когда мы Анализировали это Я как бы Все-таки склонялся К тому Что это идет Воспаление И именно Настоящее Воспаление Без Ну там Конечно же Имплант давил Но мне кажется Что это Инфекционное Осложнение Которое Было связано Не столько С технической Ошибкой Сколько С Ну Занесением Инфекции Каким-то образом Такое К сожалению Случается И бывает Поэтому Такое Допустимо К сожалению В определенном Проценте Случаев Так К сожалению Инфекционное Осложнение Это то Что существует И Банальные Вещи Как Организация Работы В операционной Это крайне Важная История Когда Ну в ваших Краях Вообще Наверное Жара Там 34-37 Оперировать Без нормального Кондиционирования Тяжело Потому что Мы Допустим Не привыкшие К жаре У нас Неделю Тут 36-37 И в операционной У нас Есть два Типа Операционных Как бы Современные И еще Более Современные Так вот В современных Оперировать Невозможно Потому что Тяжело Как я соскутился По-моему Приезжай Мы увидимся Все равно Когда-нибудь Увидимся Ковид Мы должны Победить Все бессмысленно Слушайте А еще По поводу Предыдущего Случа А как Она-то Сама Переносила Все эти Экспандеры На животе Психологически Просыпается А там Бабаху На животе История И что Пациентка Во-первых Она достаточно Сослужная Я же говорю То есть Она Не замужем Но это Определенный Психотип Мы Так или иначе Научились Работать С разными Психотипами Пациенток Учитывая Это Это был Длительный Все понимал А сколько По времени Прошло Сколько Полтора года Это все У нас заняло То есть Между каждой Операцией На среднем Полгода Получается Три слайда Которые На самом деле Полтора года Жизни У нас Три минуты Истекли Коллеги Давайте Начнем Отвечать Обсуждение Три минуты Три минуты Коллеги У нас Лидирует Команда Мастеров Поэтому Мы конечно Начинаем С ситхов Опять Иначе Это было бы Неинтересно Совсем Давайте Ситхи Кто из вас Смелее Мастера Подождите Вас слышно Не слышно Коллег Кто отвечает Отлично Поехали Ну данной Пациентке Мы его Предложили Посев Антибактериальная Терапия И в один Этап Замена Импланта Капсултамия Замена Импланта С реконструкцией Торакодорзальным Лоскутом И имплантом И некроз Соска Как раз Заместили В кожной площадке С торакодорзального Лоскута В дальнейшем С формированием Соска Все понятно А это в случае Ну раз уж Такое дело Вы антибактериальную Терапию Начинаете Достигаете На какой В какой момент Оперируете После этого Вот что я хотел сказать Мы бы Ну если пациентка Не элифиан До достижения Нормализации температуры И снижения Ну хотя бы Немножко гиперемии Ну то есть Хотя бы 5-7 дней До начала Антибактериального До начала Хирургического лечения Банкомицин В одной Ну комбинации Модки Препаратов Все понятно Спасибо Коллеги Мастера Кто отвечает Я отвечаю Да Елена Михайловна Слушаем вас Так Ну мы Мы тут Коллегиально Решили Все таки Что мы Сначала Полечим Антибактериальной Терапией Промоем Перед этим Конечно Взяв на посев На чувствительность К флоре Далее Мы удалим Капсулы Используем Торакоэпигастральную Лоску Для Восстановления Именно вот этой зоны И сосково-ареолярного В том числе Потому что Судя по тому Что мы видели У пациентки Достаточно большая Молочная железа Получилась И у нас Получится Эстетически Некорректный Видимый рубец При заборе Торакодорзального Волоску Посев Торакодорзм 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 Могла Могла Давайте посмотрим На голосование Да Кто из нас Фу Кто из них Я не снимешь Сегодня Слава Богу Ну что Идет голосование И Смотрите Прям живая картинка Коллеги Участвуйте Пожалуйста Даже если У вас два телефона Проголосуйте С двух Телефонов Это же Очень интересно Когда Туда-сюда Циферки Бегают Так 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 Пожалуйста А вот как Все-таки Отслеживать Положительный эффект По отделяемому Которое вы получаете Из области Свища Или же Вы Общий анализ Крою контролируете Или Коцитоз Все контролируем Все контролируем Тут Собственно говоря Нет Тут не то Что Свищ Тут надо Открываться Чтобы Имплант Вам Махал И параллельно Надо достаточно Расширить Зону Чтобы все Тренировать И отмывать Полностью Но При этом Имплант Не надо Вынимать Пусть он Как спейсер Будет В этой ситуации Сохраняет Полость Не давая Сократиться А потом Когда у вас Полностью Очистится Эта зона Когда сформируется Плотная капсула Которую вы Потом Во время операции Удалите Вот в этот момент Тогда можно Уже заменять Имплант И закрывать Это живыми Тканями Голосование На экране Победили Ситхи Вот Интересная История Давайте посмотрим Что получилось Что у нас Получилось Да На самом деле Было установлено Дренирование Если вы видите Вот это Дренирование Вот тот самый Некроз Было консервативное Введение Достаточно Длительно Все это продолжалось Порядка трех Недель Мы не Раскрывали Следующий слайд Пожалуйста И вот то Что вы получили Через три месяца Мы провели Консервативное И в этот раз У нас Как ни странно Получилось Мы не меняли Имплант Это все Консервативное Введение Заживание Под трупом И длительное Дренирование Безусловно С антибиотикотерапией Спасибо большое У нас Счет 1-1 У нас Есть время Еще на Один кейс И мы Укладываем Все в регламент И я предлагаю Его начать Эльбрус Асламбекович Третий Решающий Кейс Пусть победит Сильнейший Да Или ситхи Пациентка 34 года Лечение Вананозирака Молочной железы Тот же самый Трубец Рельсы Рельсы Шпалы Шпалы И оперирована Она была Когда ей было 28 лет Была лучевая терапия Весь Таргетная терапия В общем Весь комплекс Комплексное лечение Все что было возможно Она получила Пришла на отсроченную Реконструкцию Ну и мы Рьянно взялись Как стандартно Установили экспандер Раскачали его Вроде бы Все шло неплохо Сделали замену Экспандера На имплант Кстати в то время Мы еще Не выполняли Реконструкцию Субмамарной складки Как сейчас Мы делали Разрез В области Будущей Субмамарной складки И как бы В области Нашего разреза Потом формируясь Рубец Он формировал Нам складку Если вы видите Вот мы видим Вот В области Субмамарной складки Как бы такое Втяжение Это как раз Рубец С которого я Менял экспандер На имплант Но После операционном Периоде У нас появилось В области Старого После операционного Рубца Самого первого Все таки Расхождение Да С чего оно Появилось Наверное Скорее всего В связи с того Что при работе Электрок Коагулятором Как-то Было Травмировано На коже Ну и Вот Мы имеем Вот такое Вот дело Что дальше Делать Запускаем Таймер Три минуты На обсуждение Да Ну как-то Вы по-доброму Эльбур Салбекович Обычно Надо говорить Это радиологи Пережгли Что еще Мы обычно Используем Ну Это отсроченная Реконструкция А эффект Очень длительный 8 лет Лучевая терапия Во всем виновата Ну не хирурги Ну что это Мы сейчас Молодых коллег Научим Нельзя все Брать Есть радиологи Надо их Конечно же Потом Гормонотерапия У пациентки Была 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 А сколько работ Которые подтверждают Это Это же Безобразие Какое Мешают нам Хирургам Работать Не знаю Как сюда Патоморфологов Реплести Но Вот их Тоже Надо Чувствуется Что-то Что-то Здесь Должно Были Но Не вы же В конце Концов Что Что Так Ну Слава богу Мы сейчас Ушли Вот Этой Порочной Практикой Когда Мы делали Разрез В области Будущей Суббомарной Сладки Хотя Я знаю Что Некоторые Хирурги До сих пор Продолжать Не надо Так делать Есть методики Есть Не знаю Есть методика Артур Халитыч Который рекламирует Шикарно Есть методика Которая у нас В стране Называется Лемари Который Прошивает Непрерывно Есть Ну там Узловые Хамон У каждого Там Свои методики Но В общем Конечно Лишний рубец Не стоит делать Тем более того Питание Лоскута Может быть Вот это Расхождение Скомпрометировано Было нарушением Питания Потому что Ну как бы Прошиваем И все равно Ухудшаем Сильно питание Бывает Прямо И просто Даже делая Разрез Получается У нас Эта зона Она как бы Питается С боков Потому что Сверху рубец Тем более По случаю терапии Навряд ли Вот видите Уже Лучевую Вспомнили Движемся Правильно Правильно В движении Мы с вами Идем На самом деле Ну а как Мне очень нравится Не знаю А в эфир Идет обсуждение Коллег Их все Видят Как они Руками машут Да Ну я так понимаю Что да В эфире идет Что они что-то Там обсуждают Но не слышно Это Да Ну очень здорово Наблюдать Тоже интересно Все это происходит Ну мне кажется Подводя Итоги приблизительно Понятно Что еще То Единственный минус В нашей трансляции Это то что Это трансляция Потому что Если бы это было В зале То было бы Наверное Тоже очень Неплохо И интересно По крайней мере Нам с вами точно Не знаю К остальным Мне нравится Ну да Если мы можем Делать И голосование Помните С флажками Да Тогда же был Как раз Чемпионат мира По футболу Да Флажками Вы делали Как раз Голосование Я помню Да Да Тоже было Очень интересно В зале Ну конечно Очный формат Это Совсем другое Но Такой вариант Зато позволяет Подключаться Из удаленных Точек Да Это тоже здорово На самом деле Коллеги А сколько нас смотрит Я бы в конце Пришли Мне пожалуйста Интересно Сегодня Статистику Посмотреть Три минуты Коллеги Выключаем Наших Ну в смысле Вводим их в эфир Включаем наоборот Вы нас слышите Коллеги Да Отлично Ну давайте Тогда Приступим к обсуждению Учитывая Что два раза Отвечали первые Ситхи То мне кажется Что третий раз Если они начнут Отвечать Это будет абсолютно Правильно И честно Конечно Да Поехали Кто отвечает Коллеги Константин Юрьевич Константин Юрьевич Да Мы предлагаем Реконструкцию Частично Погруженную Диеплоску Там С сохранением Кожной площадки Как для мониторинга Так и для того Чтобы исечь Старый рубец Скомпрометированный И симметризирующую Пластику Слева Все понятно Ясно Спасибо Чем ответят Мастера У нас тоже был Вариант Дип На самом деле Но Наверное Принципиальная Разница в чем Что Мы считаем Что Скомпрометирована Кожа Не просто Рубец А просто После Радио Облучения Вот эта вот Кожа Она Можно сказать Нежизнеспособна Поэтому мы Иссекаем Вот этот Центральный Участок Кожи И Ну Замещаем Чтобы Быть Отличаться Тогда Торокодорзальным Лоскотом Ну Вообще Вариант Был Дип Дип Уже нельзя Торокодорзальный У вас Имплантом Идет Я так Понимаю Да Да Имплант Оставляем Все это Имплант Поменяем Не Ну Не Не Этот же Имплант ТДЛ С имплантом Да Да Вариант Принимается Ну По большому счету Две Разновидности Операции Абсолютно Разные Дип И ТДЛ Голосование У нас Голосование Идет И Во время Голосования Мы можем Обсудить Истории Всевозможные Мы тут Эльбрус Исланбекович Обсуждали Формирование Субмамарной Складки Вот эта вот История С рубцом Она Надеюсь Будет уходить Дальше И дальше Сергей Евгеньевич А вы Какую Предполагаю Предпочитаете Методики Формирования Субмамарной Складки Ну Это Зависит Я предпочитаю Не разрушать При одномоментном Ну Понятно Что Да Ну В данной Ситуации В данной Ситуации Да Вообще Пуценки Вот таким Пациентам Экспандер Отсрочен Противопоказ Моё личное Мнение Да И это я Говорю Не потому что Она об этом пишет В учебниках А потому что В своё время Я Ставил Экспандеры Подоплучённый Лоск И получал Различные Осложнения После чего В общем Стало Понятно Что Изначально Как бы Идея Не очень Хорошая Потому что Риск того Что будет Протрузия Очень высок К сожалению Либо на этапе Экспанзии Либо на этапе Замены На имплантат И даже Если этого Не происходит Результаты Мягко говоря Супероптимальны Поэтому Изначально У облучённых Пациентов Насправленной Молодости И красоту Введение В зону Реконструкции Собственных Тканей В том или ином Вариате Будь то ТДЛ Или Другие варианты Лоск Конечно Является Обязательным Условением А липофилинг Вы не рассматриваете Как оздоравливающую Опцию Облучённых Тканей Я рассматриваю Но Это не меняет Общей концепции То есть Думаю Что липофилинг В этой ситуации Не То есть Мы конечно Видим На презентациях А планетов Липофилинга Которых Можно пересчитать По пальцам Одной руки У кого получается Вот так Реально А вот На практике Вот это оживление Ну Да Безусловно Но Тут достаточно Драматические Изменения Кожи Она достаточно Плотная Была Изначально Лучевые изменения Лучевые изменения Рознь И вот Когда Каменные плотности Ткани То здесь Вот Их невозможно Оживить То что умерло Умереть не может А кто Оно То что Мертвый Умереть не может И тем не менее Давайте посмотрим Кто же победил В сегодняшних Звездных войнах Голосование на экране Победили ситхи Это хорошо Я всегда был за ситхов Честно скажу Джедеи мне не нравятся Мы поздравляем Ситхов Мы поздравляем Вы большие молодцы Ребята Это здорово Это очень круто И я Всех благодарю Давайте закругляться Эльбрус Сламбекович Вам слово Да я быстренько Пройду Да действительно Я пошел по пути ТДЛ Ставил вставку И получается Мы получили Вот этот Рядко выраженный Симптом заплатки Но пациентка Начала жаловаться На лимфостаз Что бывает Еще при ТДЛ Когда мы его разворачиваем Иногда К сожалению Был Я же сказала Да У него Начал развиваться Лимфостаз И вот Нам на помощь Пришли каталонцы На одной из школ Момопластик В Казани Я приехал С этой пациенткой Туда И мы договорились Что она поедет В Испанию Он когда только Посмотрел Я надеялся Что он сделает Лимфовенозные анастомозы И пересадку Лимфоузлов Нет Он сразу сказал Здесь никаких Только Диеп Поэтому он Я сделал пересадку Диеп Вместе с лимфоузлами Мы ее наблюдаем Действительно Эти три лимфоузла Я на них смотрю На УЗИ Сам их видел Вот этот отек Он действительно Стал меньше Правда он наложил Еще и ЛВА В трех точках И я Достаточно С 2016 года Эту пациентку Наблюдаю После того Как он ее прооперировал Сделал Из ЕГИП В принципе Все очень даже Замечательно Причем Сделал Перенос Лимфоузлов Поэтому Думаю Что В принципе Получилось Все Что И те были Были правы И те были правы Но все таки Диеп Оказались больше Ну что Давайте закругляться Тогда Эльбрус Ваши слова Ну вот это Вот мое Заключительное Слово Было В котором Он говорит Что только Ситхи Возводят Все в абсолют Поэтому На мой взгляд Не существует Единого метода Реконструкции Самого лучшего Самого Безоговорочного Который Абсолютно Показан Всем И всегда Приведет К самым лучшим Эстетическим Результатам На том И джедаи Для того Чтобы Относиться Ко всему Именно таким образом Спасибо большое Эльбрус Я тоже буду Закругляться На самом деле Я всех Благодарю За время За энергию За креатив У нас Получилась Мне кажется Интересная сессия Она началась Сваба Закончилась С дипом С пересадки Лимфоузлов Мы посмотрели Вообще Все по моему Возможные варианты Каждый Безусловно Остался При своем мнении Но наверное Учтет мнение Коллег И еще раз Должен сказать Что все участники Безусловно Все участники Получат Призы Этот приз Та самая Большая Толстая книжка Которая Вам Для чего Нибудь Пригодится Всем большое Спасибо Был рад Всех видеть Спасибо 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 Продолжение следует...